Из Евпатории мы выбрались и добрались до САК. Мы в САКах. Это такой город перед Евпаторией, между Евпаторией и Симферополем. Кто не знает, но я думаю, все знают. В общем, от Евпатории 20 километров, ну, грубо говоря. И так как в самих САКах все, что можно было поснимать, я уже поснимал, и новую набережную я тоже снимал, но сегодня хочется пройтись по новой набережной, на этой самой дорогой, еще раз скажу, набережной Крыма, которая находится в курортном городе. САКе считается курортным городом, но в нем нет моря. Хотя многие пишут, есть в САКах море. Нет, море ближайшее, оно уже не в САКах. Но набережная большая, была красивая, но дело в том, что последний раз за ней не сильно следили. Я уже это говорил. В общем, сейчас пройдемся, посмотрим, как за ней теперь следят или нет, и что там сделали, и доделали парапеты, которые были просто бетонные и не закончены. Очень некрасиво выглядело. Там еще был такой, типа, анфитеатр, тоже не до конца доделанный. В общем, сейчас пойдем, пройдемся. Женя готовится. У Жени будет тоже видео по этому поводу, но не на канале Евгений Ищипинский, а на канале... На канале «Правда о жизни в Крыму». Под каждым видео на канале Евгений Ищипинский есть ссылочка на канал «Правда о жизни в Крыму». Не снимал уже где-то месяца два на этот канал. Вот решил продолжить такие гадостные видео. Так что, ребятки, кому интересно... Гадость. Можете переходить на второй Женин канал. Там канал, ну, такой, в общем, интересный. Переходите, спрашивайте у него все там. Он будет как раз про эту набережную. Там тоже все более подробно, скажем так, более подробно все о ней рассказывать. Ну, а мы сейчас добираемся в начало набережной, то есть к этому скелету страшному динозавра, он же фонтан, и оттуда уже пойдем смотреть, что же теперь происходит с набережной. Мы добрались до самой набережной. Начинается все очень красиво с детской площадки и вот такой вот беседки. Беседка на самом деле прикольная. Все, есть защита от солнышка небольшая. В общем, все хорошо. Она круглая, посредине клумбочка. Все замечательно. Плиточка выложена, все газончики, все. Здесь вроде ничего не считая того, что уже расписаны стены. Ну, у нас народ такой, он не может ко всему относиться нормально. Они обязательно должны оставить, ну, вы сами понимаете, вот такие вот штуковины оставляют. И отсюда мы, в принципе, и пойдем гулять по самой набережной и смотреть что да как. Здесь вот эта беседка. А дальше у нас начинается скелет огромный динозавра. Это такие скамейки. Там Ира с Женей. У них репортаж прям такой космический будет. Они будут, все это у них будет на канале на втором. Переходите туда и смотрите. Видите, как это все происходит. Ира за оператором. У них радиомикрофоны там, вся гарнитура, все дела. Когда я говорил про скелет динозавра, вот вроде бы как этот его позвоночник, но все это оформлено в виде скамеек, на которых можно замечательно посидеть. А дальше идет уникальный фонтан. Он такой единственный вроде как в Крыму. Такой фонтан, он на фотоэлементах. И здесь постоянно с него течет вода. И когда вы подходите, то эти струи, фотоэлементы вас ловят, струи прекращаются вот здесь. Вы проходите дальше, за вами оно включается. И вы идете, и перед вами постоянно сухо. Потому как здесь вот все это дело падает вот в такую решетку. И вы идете, вокруг вас течет вода, а вы проходите сухим. Почему скелет динозавра, сейчас мы подойдем к голове, и вы поймете, потому что это голова. Сразу прошу прощения за ветер. Так как здесь большие открытые территории, плюс много воды, здесь практически всегда ветер. Летом, зимой, поэтому за качество звука, ну уж не обессудьте, уж как есть. Ветер здесь довольно сильный, никакая ветрозащита здесь не справляется. Хэштег я люблю саки. Это, ну как бы, тоже хорошо для фотозоны. Очередная такая. Здесь вот эти кости идут на увеличение, здесь идут на уменьшение. И в конце лежит такой здоровенный череп динозавра. Но чурчево, это череп не настоящий. Это из бетона сделанный. Но выглядит вполне себе адекватно. Смотрите, какая штуковина. Как будто большой крокс. Такой шлепок. Ушлепок. В общем, вот так это выглядит. Фонтан на самом деле замечательный. Скамейки, урны, все хорошо. Не считая вот этого парапета, про который я вам уже тоже говорил. Он вот такой вот просто бетон. И все. И его так и не отделали никак. Он вот как был бетонный, так и есть бетонный. Дело в том, что вы сейчас скажете, только какая-то маленькая набережная. Не. Набережная здесь поворачивает, уходит за угол. И она охренеть какая длинная. И стоимость всего этого проекта с набережной и прилегающими территориями обошлась в 1 миллиард 200 миллионов рублей. В общем, это, я уже говорил, самая дорогая набережная в Крыму. И, ну, вы сами видите, насколько она востребована. Если вы думаете, что летом здесь ходят толпы, вы тоже сильно ошибаетесь. Здесь летом, ну, как сказать, тоже довольно немного людей. Вот эти беседки, вьющиеся растения, потихоньку-потихоньку, понятное дело, разрастаются. Когда-нибудь они, конечно, все заплетут. В беседке освещение, куча мест для сидения, подсветка. В общем, все сделано на самом деле обалденно. Но еще раз скажу, насколько востребовано это все, непонятно. В общем, сейчас вы увидите масштаб всей этой набережной. И на протяжении всей этой набережной отгораживает от озера вот таким вот парапетом, который, походу, нигде так и не отделан. И из этого парапета чуть дальше мы пройдем к такой типа анфитеатр. И в нем, вернее, он сделан как бы точно вот так же, просто из бетона и никак не отделан. Не, ну здесь хоть траву поубирали между плитками как-то. Все-таки, да, привели немножко в порядок. Пройдем дальше, конечно, посмотрим. В общем, здесь всякие брусья, кольца, турники, лесенки, места для сидений очень много, очень хорошо и здорово. Вот этот вот домик стоит, это для рисования, я так понимаю, дети рисуют, потом стирают и по новой рисуют, потому что у него посреди вот такая... А, нет, это просто информационный щит. Так же написано информация, чтобы не расклеивали везде, где попало вот эти мерзкие объявления, которые, знаете, у нас любят везде лепить. Вот так, вот такие питьевые фонтаны стоят. Ну, что-то его покосило, но не суть. Главное, что он есть, давайте проверим, работает он или нет, просто интересно. Хотя я понимаю, что зимой он как бы особо и нафиг не нужен. Не работает, ну и ладно. Не работает, я же говорю, наверное, включают на лето, потому что место довольно солнечное, открыто. Тенька здесь крайне мало, только вот в таких беседках можно укрыться в теньке, посидеть и посмотреть на озеро. Здесь дамба между озерами, и летом можно по ней просто прогуляться, а можно взять на прокат, ну, велосипед или какой-нибудь электрический самокат и туда проехать по ней, по этой дамбе. Сейчас мы к ней подойдем, и я там уже включусь, покажу. Вот, ребята, о чем я говорю. Вот смотрите, да, замечательная набережная, все как бы, озеленение вроде все есть, даже сорняки повырывали, я же говорю, и между плитками, траву всю почистили, вроде хорошо, но вот такие переходы, видите, бетонная лестница, и как бы все тоже, сама лестница в порядке, а вот эти вот ограждения, вот этот парапет, назовем его так, ну, это, ну, я не знаю, ребята, ну, пипец, прям глаза режут и все, и он везде, куда ни посмотри, везде вот такая бетонная штуковина. Я не говорю, отделывать ее там какой-то мегаплиткой, ну, хоть как-то что-то подмазать, или хотя бы просто покрасить, чтобы она была однотонная, я не знаю. Вот эта набережная, вот эта реконструкция вот этой, не набережная, а плотины вот этой, она тоже входила в проект набережной, поэтому она идет довольно далеко-далеко, вот туда уходит, черт знает куда. Гулять по ней на самом деле замечательно, потому что летом, когда вы здесь ходите, я уже говорил, ветерок, и довольно, ну, приятно ходить, в общем, главное водичку с собой там взять какую-то, потому что вы все время будете на солнце, надо что-то, чтобы голову прикрыть, чтобы не напекло, и, ну, сами понимаете, в общем, лето есть лето. Сейчас-то солнце не напечет, сейчас только ветром может заморозить. Такое себе. В общем, я уже говорил, сама набережная, конечно, замечательная. Замечательно, все отлично выглядит, ну, не к чему даже придраться, кроме вот этого ужаса, вот этого. Вот, и как бы вы ни хотели, и где бы вы ни шли, вот здесь, смотрите, сделаны прекрасные переходы, это же сама задумка, она обалденная. Видите, переходики всякие, проходики, все очень здорово, но все выглядит вот, ну, недоделанно. Я не знаю, ребят, напишите, может, я просто реально придираюсь, но мне кажется, что вот это вот, ну, вот, вот, вот оно, вот, вот так, как опалубка, как стояла, когда заливалось все это дело бетоном. Вот оно все так и есть. Причем, дорожки, видите, такие есть, щебенка отсыпанная, кто любит ходить там, шуршать по щебенке, обувь кому не жалко. Да, так здесь плитка, ну, блин, и вот это вот, вот, вот оно. И такая, вон там анфитеатр, про который я уже говорил, сейчас мы к нему тоже подойдем. Дальше вот этот забор старый. Этот забор, это забор вокруг стадиона. Здесь стадион, авангард называется, стадион. Самому стадиону там тоже делали какую-то реставрацию, реконструкцию. Вроде как там внутри тоже все хорошо, но забор не поменяли. Забор старый, советский еще. И он вот, ну, вот такой. В общем, покосившийся кое-где. Ну, он как бы, ладно, отношения к набережной никакого не имеет. Просто с эстетической стороны не очень хорошо выглядит. А дальше вот этот анфитеатр, смотрите, подсветочка. Эти плафоны стоят, здесь желтые, здесь беленькие. Ну, прям красота, красота. И вот, и опять же, этот парапет. Не знаю. Очень хочется почитать, что вы об этом думаете. Ну, и как вы меня сейчас начнете это вот. Ну, вы поняли, да? Некоторые точно начнут писать, что я просто брюзга, лысый, толстый. И просто цепляюсь ко всему, чему можно. Но это не так. Здесь тоже, видите, фонтанчик с бассейником. С таким тоже. Тоже летом замечательно, когда все это дело работает. Прям, ну, очень-очень хорошо, очень круто. Вот здесь вот так подходишь здесь, да, к парапету. Ну, хочешь туда вниз, можно спуститься. Хочешь здесь, подошел, постоять, посмотреть. Там вон эта грязечерпалка посреди моря. Тут одно озеро лечебное, второе озеро нелечебное. У них разная плотность, у воды там разный состав. Они даже разного цвета, по большому счету, эти озера. То более коричневое, то более зелененькое. И все как бы, да, здесь вообще прям, ну, там дальше еще памятники такие, прям, ну, Версаль. Не меньше. Видите, тут, конечно, пооблупилось уже все за два года. Как-то быстро, мне кажется. Но это тоже не важно. Это к сезону могут просто подбелить, подмазать. Это было бы замечательно. И, ну, не знаю, будут делать или нет, но сама вот эта штука, и вот это все дает хоть какую-то тень, небольшую от солнца. И, сами понимаете, здесь будет тоже нормально. Флагштоки, флаги, все замечательно. Там вот замечательный памятник. Давайте, наверное, к нему тоже подойдем. Впереди детская площадка. Ну, такая тоже прилично. Качельки, какие-то лазилки, прыгалки всякие разные. То есть, ну, какие-то для детей развлечения, в общем. Вон, видите, как выглядит. Ветром даже качели качает. Ну, я думаю, вам по флагам видно, да, какой ветер. Ветер сильный, дует прямо с озера. Довольно так свежо получается. Качели такие, качели такие. Вот эти каталки непонятные. Здесь лазилки, еще качели. Здесь целый комплекс с горкой там. Ну, очень круто. А здесь вот из Версаля доставили прям вот такие статуи. Ну, блин, ну красота. Правда, ребята. Вот ничего сказать не могу. Посмотрите на одни скамейки. Это не скамейки, это произведение искусства. Вы посмотрите, какие здесь грифоны. Ну, это просто, просто. Курение запрещено. Питьевой фонтанчик стоит. Выгул собак запрещен. Везде значки. Все прям, ну, чики-пики. Этот работает? Не работает. Да, видимо, их на сезон отключают. Но самое... Смотрите, какая красота. Голуби. Все просто восторг, ребят. Посмотрите, какая красота. У некоторых в домах такое стоит. А здесь просто на улице. Это же просто, а. Ну, просто. Скакалки. Смотрите, голубя. Все, лепнинка прям замечательная. А, да, как сделано. Ну, и сами видите, сколько людей. Ну, нет людей здесь. Да, зима. Да, не сезон. Но я еще один человек. Вот. Девушка топает. Тоже идет. Просто, видимо, гуляет. И вот там, где-то вдалеке, я вижу еще два человека. Все, больше никого нет. Хотя, опять же, здесь, смотрите, тут тоже по лету фонтанчик. Здесь вот санаторий Сакрополь. Видимо, хороший. Не знаю, ничего про него не могу сказать. Не был. Если кто был, пишите комментарии. Если кому интересно, можете зайти. У них определенно должен быть свой сайт. Где все. Урны возле каждой лавочки. Их прям с инвентарным номером. Их прям очень много. Здесь, не знаю, зачем-то накидали щебенки на плитку. Но, видимо, тоже к сезону почистят. Я надеюсь, что почистят. Вот про этот амфитеатр я говорил. Сейчас мы туда подойдем. Я вам ближе покажу. Вот, включил, чтобы показать вам силу ветра. Не знаю, слышно, как они хлопают. Или нет, но хлопают занятно. Их 4 штуки, 2 крымских и 2 российских флага. И они так хлопают. Ну, прям ветер сильный-сильный. Вот этот амфитеатр, видите. И даже здание самого амфитеатра, где там вот, ну, сцена, да, и само вот это здание, для чего-то определенно нужно. Но дело в том, что даже оно ничем не отделано. Просто как вылили из бетона, вот так вот оно и есть. И все вокруг так и есть. Ну, место на самом деле замечательное и нужное. И, скорее всего, проводятся какие-то мероприятия здесь. Я просто никогда не попадал. Я здесь не так часто бываю. Я здесь вообще третий раз. Конкретно на этой новой набережной. Там за два года я здесь третий раз. И сколько раз бы я здесь не бывал, ни разу не попадал на всякое разное, чтобы тут что-то проходило. Вот эти все лестницы. Видите, шарики. Это подсветка, все освещение, иллюминация. Вот такие веревочный парк, веревочный городок. Не знаю, как это назвать. В общем, для детишек лазилки, опять же. С видом на озеро, где вдоль озера идет тоже дорожка, где прямо можно возле озера ходить. Я же говорю, тут как бы все обалденно. И чтобы вы понимали, вся эта набережная идет вот до тех вот домов, вот до того санатория. Я же не помню, то ли Бурденко, то ли как-то так называется. Их тут довольно много, потому как саки это вообще очень такое лечебное место, где многие приезжают лечить всякие разные болезни, в том числе грязями здесь лечат. Ну, в общем, сами знаете, что такое саки. И очень много санаториев, которые, ну, прям такие, как сказать, не имеющие больше аналогов, ну, в России, скажем так. Потому что они, ну, прям особенные. И как бы они из Советского Союза еще остались. И Советский Союз сюда весь ездил лечиться на эти грязи. И сейчас очень многие приезжают именно поправлять здоровье при помощи, там, обматывания, обмазывания этих грязями, там, шоколадами и всем, чем только можно. Видите, скамейки замечательные. Здесь другие скамейки, но тоже замечательные. Все с надписями САКИ. Все это, да. То есть, видно, куда деньги как бы вложили. Я, может, не уверен, опять же, вот еще один питьевой этот фонтанчик. Я не уверен конкретно во всей сумме, но сделано очень много. Там дальше еще идут бассейны. Сейчас мы туда пройдем. Просто по газону не хочу идти, надо вернуться и там выйти. Пройдем туда, там бассейны, всякие еще инсталляции. В общем, все очень здорово. Сейчас обойду, выйду и включусь. То есть, вот, ребятки, видите, ширина всей этой территории, которую благоустраивали. Она довольно большая. То есть, вообще, объем работ здесь, да, огромный. Куча дорожек. Вот эта центральная дорожка выложена тоже там разной плиткой, видимо, как-то по проекту, по какой-то задумке. Ширина, ну, я не знаю, наверное, метров сто ширина у всей этой красоты, у всей инфраструктуры. Потому что понятно, что это центральная улица, по которой ходит основная масса людей, которые здесь бывают. А там всякие разные детские площадки и узкие трубки, выложенные плиткой. Здесь, вот видите, шахматная. Это инсталляция. Играть этими шахматами нельзя. Во-первых, потому что их всего 8 штук. И, во-вторых, их не поднять, потому что они из бетона. Это просто декорация, в общем. Но она имеет место быть, почему бы нет. Просто как-то разнообразить вид. Вот такая шахматная доска. 7 на 7 почему-то, не 8 на 8 даже. Но не суть, важно. В общем, вот такая вот инсталляция здесь тоже имеется. Там вдалеке еще какие-то, видите, детские приблуды. А дальше у нас идут фонтанчики, эти бассейнчики. Сейчас мы туда подойдем и я вам покажу. Они тоже довольно интересные, но совсем не глубокие. Вороны сидели в этом фонтане и как в этом, в бассейне в этом. Сидели здесь. Глубина буквально сантиметров 10. Но сама задумка, вот видите, она здесь начинается. Вот так здесь проходит. Туда и сюда полукругом, вот так, ну таки буквой П, все это дело протекает. Ну тоже, знаете, как когда сильно жарко, идешь возле воды всегда чуть прохладнее. Или может это так работает на подсознательном уровне, что если вода, то прохладнее. Но в общем, оно есть. И оно прикольное. Оно. Оно вода. А здесь дальше идут заборчик, вот этот маленький, выстроен. Я думал, что тоже не отделано, но на самом деле я еще в первый раз, когда был, я спрашивал и узнавал, что вот этот забор, он так и задумывался чисто из ракушняка. Кто не знает, что такое ракушняк, это такой, до недавнего прошлого был основным строительным материалом в Крыму для частных домов. В основном строили их из вот такого материала. Но здесь выбрали специально такой рельефный сюда его, потому что она обычно довольно плотная идет. А здесь специально выложили вот такой забор именно из такого ракушняка. В САКах есть карьер, где добывают этот ракушняк, его там пилят и продают, в принципе, по всему Крыму, да и не только. И вывозят даже его за пределы Крыма и там из него строят. Чисто экологический этот вот материал строительный. Но сейчас уступает по популярности больше там газобетоном, пенобетоном, в общем, и дешевле. И строить из него проще, потому что он ровненький. А это все-таки, ну, сами понимаете, он такой, надо больше раствора. Надо именно раствор, а не клей, как для этого. Ну, в общем, кто понял, кто знает, как строить из ракушки и из газобетона, тот понимает, что из газобетона намного быстрее и проще. Вот так. А там еще одна площадь выложена прям такая тоже. Ну, видимо, какие-то проходят мероприятия. Здесь еще фонтанчики, ну, эти бассейнчики. Сейчас подойду поближе. Ребят, стал так, чтобы ветер хоть чуть-чуть защищал, ну, я сам спиной к ветру стал, потому что ветер усилился прям тут совсем какое-то место такое продувное, видите, аж прям рябь по воде, а там в конце аж прям шторм разгоняет здесь волну. И там прям сильно плещется. Сейчас я вам попробую приблизить все это дело. Вот так, наверное, видно, как там прям плещется, плещется. А начинается вот отсюда, где совсем небольшая волна. Но ветер такой, что ух! В общем, встал, чтобы закрыть, чтобы меня хоть как-то было слышно. Это еще один такой бассейн вот с такими кругами. Дети там по нему бегают летом. Видел я это несколько раз. Буду идти боком, чтобы закрывать камеру чуть-чуть от ветра. Ух там, да, прям. Плещется сильно там, где ветер упирается. И смотрите, какое интересное решение. Везде вокруг вода, а здесь клумба. Ну, такая, да, сделана. И туда вниз прям деревья растут прямо из земли. Там воды нет. Отличное решение. Здесь такой же еще один большой. Ну, как большой? Больше размером. Но почему-то воды в нем нет. Не знаю, куда делать. Ну, наверное, наберут. Я не уверен, конечно, могу ошибаться. Но здесь воды совсем нет. И ворона вот тоже возмущается. Орвет садит. Вот, видите, здесь точно такой же он должен был быть с водой. Тоже вот такие вот эти... Ну, шайбы вот такие бетонные, по которым тоже можно походить по углам. Но их нет. Не знаю, с чем это связано. Почему здесь нет. Там у нас на фоне огромный этот вот динозавр. И да-да, не удивляйтесь, это динозавр, потому что герб города и символ города Саки – динозавр. Он как-то называется какой-то динозавр. Но я точно не знаю, какой. Не силен я в динозаврах. И вот это желтое здание. Было кафе. Очень неплохое. И перед ним огромный бассейн. Бассейн был... Можно было просто прийти, там, сколько-то денег заплатить и поплавать. Очень удобный. Но в последнее время он почему-то не работает. Дальше, ребятки, я, скорее всего, не пойду. Вы примерно поняли мою мысль. Набережная продолжается вот до, 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 вот туда. Ну, в общем, еще где-то метров 300 набережная есть. И она огромная. Но вот есть свои, как я сказал, недочеты. И очень сильно меня смущает ее востребованность здесь, конкретно в Саках. Такую бы набережную сделать, ну, я не знаю, в самой Евпатории, где-то в большом городе, где много. А это Саки. И здесь она не нужна. Не бывает столько народу здесь, чтобы такая набережная была. Но она великолепная, я ничего не могу сказать. Великолепная. И, ну, не считая парапета, вроде как все, стали за ней как-то следить, потому что было хуже. Есть где-то косяки, где-то плитка просела, где-то она там вывалилась немножко. Но это такие мелкие недочеты, это не страшно. Вот так, ребят. Сейчас я чуть где-то погореюсь, потому как с этим ветром это капец просто какой-то. Я стою, меня вот это шатает прям ветром. Итак, с набережной мы, ребятки, благополучно выбрались. Это санаторий, как он там называется, Сакрополь, да, с обратной стороны. То есть там была набережная. Здесь вот эта улица, эта улица курортная, ее сделали полностью пешеходной улицей. И я так понимаю, что она входила в проект вместе с набережной, потому что она тоже вся новенькая, переложена. Такие же вон-то красивенькие эти статуи, скульптуры стоят. Вот, видите, такие. Ну, все довольно красиво. Либо это может сам санаторий себе этот поставил, а может и нет. Но, в общем, сама улица, она сделана тоже все плиткой, выложена новенькая, все хорошо. Скамеечки, везде подсветочка, все тоже хорошо. И, как я уже говорю, как я понял, это все входило в проект той же набережной. Ну, а мы, в принципе, заканчиваем на этом съемочный день. Время половины пятого. То есть целый день у нас ушел на то, чтобы съездить и в Патурю, вернуться заехать в Саки. И, в общем, целый день мы что-то снимали, чего-то делали, чего-то, в общем, для вас старались. Всем, кто смотрел, огромное спасибо. Если поставили лайк, еще раз спасибо. В общем, вот такие вот ролики. За сим не смею вас задерживать. Все, что хотел показать, показал. Всем спасибо, всем пока. Сегодня, ребята, вы вместе с нами провели целый день, практически световой день. Поездили, погуляли, подышали воздухом, наснимались, уверен, и вы с нами провели время с удовольствием, с толком. Развлекательно. Слово Ирочке. Надеюсь, было интересно. Не забываем подписываться на Сашин канал. И на Женин канал тоже. Ссылочка где? В описании. Читаем описание внимательно. До новых встреч. Продолжение следует...